Заключительным в сезоне соперником текстильщика стал футбольный клуб Строгино. Как и предыдущий, этот матч не играл решающие роли в результатах первенства. Но по словам наставника красно-черных, команда играет не только за результат, но и для зрителей. А их на стадион, несмотря на жару, пришло немало. Более трех тысяч. Первый тайм прошел спокойно, ни опасных моментов, ни отчаянной борьбы. Периодически судьям приходилось останавливать игру, чтобы футболисты могли освежиться. Жара стала соперником для обеих команд. После перерыва текстильщик всецело завладел инициативой. Итогом стало точное попадание Константина Подкорытова. Этот гол стал победным и единственным в матче. Наставник команды Строгино признался, что в первенстве болел за наш клуб. Игра с текстильщиком для его команды своеобразная лакмусовая бумажка. Работы, проделанные за сезон. И нам хотелось посмотреть, как на фоне вашей хорошей команды мы будем выглядеть. Поэтому по свежим следам можно сказать, что, наверное, по самодаче, по движению мне моя команда понравилась. А в психологическом плане эту игру все-таки стоит рассматривать и сказать, что тяжело, конечно, было вашей команде настраиваться на нас. Но мне, я сказал Дмитрию Владимировичу, очень приятно, что они вышли. И в той психологической ситуации, где даже, может быть, несправедливо у них забрали первое место, они настроились и играли с нами с полной самоотдачей, за что им большое спасибо. Ребятам спасибо на все сложности, которые у нас были. Они отреагировали именно с сегодняшней игрой и результатом. Может, не было сегодня какого-то яркого матча, но была самоотдача, был характер, за счет которого мы, в принципе, вытащили чемпионат. Итогом первенства для Ивановской команды стали 67 очков, заработанные в 32 играх. 52 мяча забито, 32 пропущено. Но все рекорды бьет, конечно, любовь болельщиков. В среднем на каждый домашний матч Ивановской команды приходит более 6 тысяч горожан. От мала до велика. Мы вот посмотрели в остальных городах, смотрим, ходят на футбол от 300 до 1000 человек всего. А у нас вот такая популярность сегодня клуба есть. Поэтому мы будем, конечно, футбольный клуб поддерживать и городские власти, и региональные власти. Я думаю, что будем верить все-таки в то, что в следующем сезоне действительно текстильчик доберется до первого места. И мы, безусловно, будем верить и помогать команде до последнего. А пока результат текстильщика второе место. И это тоже большое достижение. Особенно после двух бронзовых сезонов подряд. Так, маленькими шажками команда движется вверх по пьедесталу. Остается только пожелать текстильщику, чтобы следующий шаг привел его прямиком в ФНЛ.